Привет тебе! Привет! С тобой не просто 70-й выпуск видеодайджеста «Итоги», но последний выпуск «Лето». Чтобы скрасить разлуку с самым тёплым временем года, Sony и Microsoft подготовили список игр для своих золотых клиентов. Итак, в рамках голосования Wall to Play победила поделка Grow Home, которая достанется юзерам PS4. Вместе с ней четвёрочники смогут загрузить Super Time Force Ultra, Xeo Drifter и Tesla Grad. Причём первые две поделки будут открыты для скачивания на PS Vita, а третья на PS3. А вот Twisted Metal и LaMulana X пожалуют сугубо на PS3 и Vita соответственно. В общем, чтобы охарактеризовать сентябрьские подарки, хватит двух коротеньких слов. Не то. У Xbox список куда привлекательней, ибо включает в себя Tomb Raider и Crysis 3 для Xbox One и 360 соответственно. Если Tomb Raider будет доступна для скачки с 16 сентября по 15 октября, то The Gear God будет поставляться игрокам весь сентябрь, а Battle Station Specific разделит сентябрь с Crysis 3, забрав себе первую половину месяца, а вторую оставив для Пророка. Конечно, эти проекты куда заманчивее списка восточной конторы, но всё равно уже тысячу раз пройдены, да к тому же уже пролетали в халявных списках от Sony. Divinity Original Sin 2 вышла на поклон к донорам Кикстартера, прося всего-то на всего полмиллиона долларов. Сказано – сделано. Заветная сумма собралась за каких-то полдня. Sven Winke обещает кооператив на четыре персоны, с развитой вариативностью типа сотрудничества – от коллективного до сопернического на твоё усмотрение. Сценаристов стало больше, так что обещают разные реакции NPC на различные же типажи персонажей. Кроме того, в игру будет вмонтирован конструктор заклятий. Соединяешь призыв паука с невидимостью, получаешь паука-ниндзю, слепил мазут с дождём – вот тебе мазутный дождь. Как и ожидалось, авторы собираются подготовить проект за достаточно оперативные сроки, предоставив его на суд общественности уже в 2016 году. Но это ещё в любом случае не скоро. А кое-что, например, уже есть. Вот полюбуйся – Trine 3 – The Artifacts of Power уже вышло. Ровно как и появился на страницах нашего портала обзор на данный проект. Если в двух словах, то хуже, чем было, но лучше, чем могло бы быть. Переход в третье измерение протекает нормально. Вот только полноценного продукта из игры всё равно не получилось. Со временем авторы обещают всё доделать. Появилось на горизонте и интерактивное кино для PlayStation 4, называется которое Until Dawn. Критики немного разошлись во мнениях, но в целом высказались достаточно положительно, оценив поделку на троечку с плюсом, что для виртуального триллера очень даже неплохо. Спасутся герои или врежут дубца – всё это в игре зависит от принятых решений. Так что не поленись ознакомиться. Дисхонор теперь доступен на PS4 и Xbox One под грифом Definitive Edition. Несмотря на то, что беседка собиралась перенести проект на консоли нынешнего поколения лишь осенью, она вдруг решила порадовать игроков под конец августа. Никто на них не в обиде, разве что картинку могли бы по дороге улучшить. А так имеем, что имели, только на восьмой рот приставок. Открыл свои виртуальные страницы отрок Ютуба по имени Ютуб Гейминг. По сути, тот же самый тюбик, только с прорвой живых стримов, рубрикатором игр и улучшенным дизайном. В кой-то веке читать комментарии можно одновременно с просмотром видео. В общем, захаживай. Там, разумеется, и наш канал имеется. Вышло в свет первое дополнение для Pillars of Eternity. А если точнее, то первая часть первого дополнения, названная The White March — система межклассовых умений, новые локации и квесты. Мы уже все уши тебе этим дополнением прожужжали. Так что надеемся, что новость о его выходе станет последней стоящей твоего внимания информации. Жди из 200 о дальнейшем продолжении банкета. Стало известно название нового проекта Клифа Ближински. Итак, проект Lowbreakers, запланированный на 2016 год, станет представителем семейства шутеровых, а именно онлайн-фри-то-плей поделкой. В роли издателя выступает контора Nexon, которая корейца съела на сетевых перестрелках. В постапокалиптическом мире будущего имеются серьезные нелады с гравитацией, так что раздавать хедшоты тебе предстоит во всех возможных направлениях. Стало известно дата выхода Assassin's Creed Syndicate на ПК. Знаменательное событие приключится спустя месяц после консольного релиза. 19 ноября 2015 года. А владельцы консолей будут вовсю заигрываться лондонскими похождениями уже 23 октября. Ну ничего, ПКшники уже привыкли величаво благодарить консольщиков за бета-тест. Так что и сейчас наверняка не расстроятся. Фанком создателей The Secret World решили подогреть интерес к своей вселенной и анонсировали The Park — хоррор, протекающий в парке аттракционов. Протагонист — нерадивая маманя, посеявшая свою чадо где-то на просторах территории развлечений. Начать поиски пропажи тебе предстоит уже в октябре этого года. Оригинальную акцию развернули Square Enix. Ребята разыграют настоящий остров среди тех, кто оформил предзаказ на Just Cause 3. Конечно, некоторые паблики ВКонтакте скоро будут разыгрывать страны или материки, но в начинание Square Enix верится, конечно, больше. Тем более, что метод выборки студия выбрала не локотронский. Остров достанется тому, кто за первые 90 дней релиза заработает больше других очков хаоса. И да, участвовать могут лишь жители Мексики, Чили, США и Канады. Классические шутеры Турок — Динозавр Хантер и Турок 2 — Seeds of Evil — будут переизданы. Когда это случится, еще непонятно, но точно известно, что купить поделки с улучшенным графоном можно будет в сервисах Steam и GOG. Конечно, лучше бы вместо этого фанатам предложили продолжение легендарной серии, но на безрыбье и рак рыба. На следующей неделе не только заканчивается лето, но выходит знаковый проект, который критики расхвалили уже вдоль и поперек. Речь идет о Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Не пропусти, релиз состоится уже 1 сентября. А на сегодня это все. Закрываем вопрос отпусков и каникул, переходим в режим осеннего игрового завала. По возвращению с отпуска передавай привет начальнику, ректору или совсем уж Мариванне, и оставайся с GamerInfo. Будь с нами, будь в курсе! Пока! Кстати, 13 лет назад, 28 августа 2003 года, состоялся релиз «Мафия». Так что мы объявляем Международный день крестного батя и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай!